Это программа «День с толком» в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Пора или опасно? Вредны ли июльские арбузы? Результаты экспертизы. Дальше будешь. Инспекторы ГИБДД ловят велосипедистов, нарушающих правила на барнаульских дорогах. Ограниченные возможности? Вы знаете, для нас, конечно, предлагают это такие специальности, которые не очень востребованы. Какую помощь получит регион на реабилитацию инвалидов? Жители сгоревшей барнаульской многоэтажки обратились в прокуратуру. Они считают, что огонь мог быстро распространиться из-за неисправной вентиляции. Люди провели представителя прокуратуры по своим квартирам. На первых двух этажах вытяжки обуглены. В одной из квартир сгорел коврик, находившийся под вентиляционным отверстием. В другой хозяин еще во время пожара увидел в своей ванной огонь, но смог самостоятельно его потушить, пишут об этом очевидцы на паблике Барнаул-22. Дом построен в 2001 году. Жильцы рассказали, что по проекту крыша была плоской, а на деле оказалась шатровой. Вентиляция заведена под кровлю. По этому поводу даже были неоднократные суды. Тогда вентиляцию частично, но все же вывели на поверхность. Напомним, пока предварительной причиной пожара в МЧС называют неосторожное обращение с огнем в квартире номер 110, якобы житель часто злоупотреблял алкоголем и курил в квартире. Точную причину назовут через месяц после проведения экспертизы. Одной пробкой в Барнауле станет меньше, по крайней мере так обещают чиновники Министерства транспорта региона. На шоссе Ленточный Бор продолжается масштабная реконструкция полотна. После завершения всех работ обещают увеличить количество полос ровно в два раза. Эта улица считается одной из самых оживленных в краевой столице, которая соединяет спальные районы и пригородные поселки. Планируется, что к двум полосам добавятся еще две. Помимо этого строители также отремонтируют и увеличат в ширину мост через Барнауку. Сейчас дорожники начали частично разбирать переправу, нужно будет укрепить основу. Более чем за 20 лет объект стал разрушаться, опоры покрылись трещинами. В проекте предусмотрены барьеры, перила, тротуары, новая разметка. На все работы потратят почти 300 миллионов рублей. Это деньги из федерального проекта, безопасные и качественные дороги. К слову, всего на дорогах края направят около 6 миллиардов рублей. В рамках государственного контракта у нас срок выполнения работ предусмотрен до октября следующего года. В текущем году мы запустим движение где-то к октябрю месяцу по отремонтируемой половине моста, также в две полосы. Полноценное движение будет организовано уже в следующем году. Ну и вскоре узнаем, как, повторюсь, надеются власти, что пробок в Барнауле станет благодаря этому заметно меньше. Но вот сотрудники ГИБДД надеются, что ДТП с участием велосипедистов сократится. Буквально на днях в центре города на пешеходном переходе сбили подростка, который переезжал дорогу на велосипеде. Хотя по правилам необходимо переходить. Чтобы избежать трагедии, люди в погонах сегодня вышли в рейд юный водитель. Как надо переезжать по пешеходному переходу? Почему ты этого не делаешь? А в ответ тишина. Как выясняется, ребенок правила езды на велосипеде знает, но не соблюдает их. Не соблюдают их и взрослые. Вот один из нарушителей. И с ним сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу. Беседовали в рамках рейда неоднократно. Ответственных велосипедистов встретилось меньше, чем тех, кто не соблюдает БДД. За пару часов 18 административных правонарушений, 5 велосипедистов привлечены к ответственности. Один несовершеннолетний водитель мопеда отстранен от управления. Транспортное средство передали родителям. Подобные рейды сотрудники Дорожной полиции проводят регулярно. При этом регулярно под колесами авто получают травмы и даже гибнут велосипедисты. Один из недавних трагических случаев произошел, напомним, на Кутузово. Ребенок погиб на месте. Прожиточный минимум обещают повысить. Минтруд планирует поднять его величину для работоспособного населения на 4%. Чуть меньше процент достанется пенсионерам. В документе ведомства сообщают, что величину прожиточного минимума за второй квартал текущего года на душу населения собираются установить в сумме 11 185 рублей. Сейчас он чуть больше 9 тысяч. Трудоспособному населению планируют выплачивать 12 тысяч рублей, пенсионерам 9. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что через 5 лет жителей страны с доходами ниже прожиточного минимума должно стать в половину меньше. Мы спросили барнаульцев, станет ли им легче жить. Как думаете, этого будет хватать? Людям будет легче жить? Немного. Но цены растут. Скорее всего, это будет обоюдный рост. Прожиточный минимум, который есть, его достаточно людям? Я думаю, что нет. Не только я так думаю. Это действительно мало. Но минимум 15 должен быть. Вам хватает прожиточного минимума для нормальной жизни? Лучше не начинайте такой вопрос. Конечно же, не хватает. Для нас, пенсионеров, хотя бы 20 тысяч. Эти все коммунальные и все остальное, это же вообще кошмар. Ничего не остается. На что можно потратить эти деньги? На еду. На проезд. На еду и, может быть, на коммуналку хватит. На эти деньги совершенно невозможно жить. Потому что, элементарно, если ты снимаешь квартиру, допустим, я сейчас снимаю квартиру, отдаю 13 тысяч. Какой прожиточный минимум, о чем речь? А сколько, на ваш взгляд, он должен быть? Ну, я даже не знаю. Ну, тысяч 100, как минимум. А вот, стоит ли тратить деньги и здоровье на продукт, содержащий нитраты, или подождать, пока наступит настоящий арбузный сезон? На прилавках магазинов уже появилась полосатая ягода, хотя многие сомневаются, не рано ли? Наша съемочная группа приобрела несколько арбузов в разных точках, чтобы проверить, есть ли в них нитраты. О результатах расскажет Ирина Корчагина. Начиная с июня в Алтайский край завезли около 200 тонн арбузов. В основном из Казахстана и Узбекистана. Все они мгновенно появились на прилавках известных магазинов и на рынках. Мы совершили контрольную закупку. Один экземпляр приобрели в ленте. А вы как, в начале сезона, вот в августе покупаете арбузы обычные? Ой, да по нам-то, по нашей заплате пенсии. Это не то, что там я вредна, а что дорого. Второй арбуз в Мариера и третий на Власихинском рынке. Арбуз сезон начинается уже там, в Казахстане, в Узбекистане уже 40-45 градусов тепло. А арбуз спел. Все арбузы отправляем на экспертизу в лабораторию. В Ростельхознадзоре по Алтайскому краю нам сообщили, что все партии фруктов и ягод проверяют прямо на границе. Бывает, машины с товаром разворачивают. В прошлом году 20 тонн денни с Казахстана вообще уничтожили. Предъявляется фитосанитарный сертификат, который подтверждает фитосанитарное состояние данного груза и подтверждает то, что в арбузах и в подстилке, на которой они идут сюда, не обнаружено карантинных объектов, таких как повелика, амброзия, горчак и карантинные вредители – это дынная муха и муха-горбатка. Результаты лабораторной экспертизы наших арбузов готовы. Показатели почти одинаковые. Полученные результаты испытаний оказались ниже предела обнаружения методики, то есть в представленных образцах нитратов не обнаружено. Это лишь один из показателей качества на безопасность. Но в чем мы теперь точно уверены, во всех трех арбузах нитратов нет. Это значит, что ничего искусственного в полосатой ягоде не обнаружено. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Фура с гуманитарной помощью от Алтайского края прибыла в Иркутскую область. Сегодня в городе Тулун машину разгрузили. Жители Барнаула и Ибейска собрали порядка 25 кубов вещей. Пострадавшим от сильнейшего паводка передали теплую одежду, обувь, посуду, продукты длительного хранения, крупы, подсолнечное масло, кофе и воду. Сейчас жители Иркутской области не могут позволить себе купить даже элементарные вещи. 34 тысячи человек остались без крова. Кстати, волонтеры объявляют о новом сборе помощи. Он также пройдет в Бийске и в Барнауле. Вещи можно приносить до 19 июля по адресам в краевой столице Ползунова, 26 и Ленина, 41. На реабилитацию инвалидов в следующем году Алтайский край получит 70 миллионов рублей. Об этом заявил глава региона Виктор Томенко на Координационном совете по делам инвалидов. На встрече шла речь о мерах поддержки и трудоустройстве людей с ограниченными возможностями. Почти 200 тысяч человек в крае официально инвалиды. Трудоустроены далеко не все, пока лишь 10 тысяч. Власти региона совместно с Министерством соцзащиты поставили цель – увеличить эту цифру вдвое. Отчасти число занятых умножает ресурсный центр, который открылся недавно в Барнауле. Всего за полгода работы сотрудники центра дали уже свыше 5000 консультаций. Специалисты рассказали главе региона о работе учреждения. Гражданин, придя сюда, он сразу может посмотреть все вакансии, в том числе и разместить резюме на интерактивном портале. Мы, как модераторы этих порталов, обеспечиваем наличие этих вакансий, чтобы они были актуальны, официальны, достоверны. Правда, как отмечает председатель краевого общества инвалидов Татьяна Сафронова, далеко не все хотят работать, так как мотивация порой отсутствует. И очень сложно инвалидам, не всем, конечно, но многим, работать 8 часов и найти работу для души. Вы знаете, для нас, конечно, предлагают это такие специальности, которые не очень востребованы. А ведь инвалидам так же, как обычным людям, хочется иметь достойную зарплату и возможность карьерного роста. Так что мотивационная составляющая проекта по поддержке инвалидов требует доработки. В этом были едины все участники встречи. А что касается финансовой поддержки, то на следующий год она будет значительной. Краевые власти выделят 5 миллионов рублей на содействие занятости и развитие доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в 2020 году на их реабилитацию будет направлено 70 миллионов рублей федеральных средств. Елена Кузовкина, Валентина Аскерова, Николай Шелком. День с толком. А вот жительница Бейска уже год не встает с кровати. Злокачественная опухоль поразила спинной мозг и ребенку сложно даже пошевелить ногами. Девочка отчаянно борется за жизнь. Но лекарства, которые прописали врачи, не подходят. Есть альтернатива, но приобрести препараты нужно за свой счет, а денег в семье нет. Книги Ирине подносит и открывает мама. Для прикованной к постели 15-летней девочки чтение, как глоток свежего воздуха. Новая книга почти каждый день. Например, даже самому Муу. Тут гений мне нравится. Ира обездвижена уже год. Тогда боли в спине врачи сочли за невралгию. Начали лечить, после чего и отказали ноги. Позже выяснилось, что так на процедуру отреагировал рак спинного мозга. Это очень редкий случай. То есть ребенок, а опухоль взрослая. А сколько сантиметров? Была где-то 9. Удалить всю, конечно, не удалось, потому что она глубоко расположена. Удалили, но потом на таблетках у нас было 5, уменьшилось. Убивать опухоль дальше сложнее. Местный и бесплатный препарат организм девочки отвергает. Альтернатива – зарубежная химиотерапия. Но в крае ее нет. И семье предлагают покупать ее за свой счет. В общей сложности 171 тысячи. Вот у меня договор на руках есть. Это на один курс. Вот из-за чего и проблемы. Я с провизорами тут разговаривала. Потому что Москва мне говорит, что вам должны предоставить препарат в вашем регионе. Не знаю. Здесь вопрос, что нет, да, его не покупают. Не закупают, потому что он дорогостоящий. Пока женщина ждет ответа от Минздрава, время уходит. А дочери нужно пройти несколько химиотерапий подряд. И это минимум миллион рублей. Ну, лечусь и верю просто, что вылечусь. Верит и семья, потому что эффект от первых процедур уже есть. Девочка начинает чувствовать ноги. А значит, останавливать лечение нельзя. Родители Иры просят неравнодушных жителей помочь их дочери вернуться в обычную жизнь. Анастасия Драган, Александр Антропов. День с толком. О спорте. Байдарочник Кирилл Липунов дважды выиграл чемпионат страны. Старты завершились в Москве на канале Крылатская. Кирилл вместе с экипажем из четырех спортсменов оказался быстрее всех на дистанциях 500 и 1000 метров. Помимо двух золотых медалей, Липунов выиграл еще серебряную и бронзовую награды. Это уже экипаж «Двойка». По итогам этого чемпионата будет сформирована команда сборной России, которая выступит на ближайшем чемпионате мира в Венгрии. Да, эти жаркие летние деньки особенно приятно провести вне дома. Можно порезвиться всей семьей на водных аттракционах или у открытого бассейна. Этим порадует семейный парк развлечений «Орликино». Мы продолжаем серию наших розыгрышей и рады объявить новый старт. Приз с сертификат номиналом 1000 рублей на аттракционы. Для этого подписывайтесь на инстаграм «Толка» и «Парк развлечений Орликино». Отмечайте двух друзей в комментариях. Новый розыгрыш стартует 12 июля и продлится ровно неделю. Итоги подведем в пятницу 19 июля. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Эвалар» у меня к этому часу все новости. До встречи.